Добрый день дорогие братья и сестры, в продолжении своих роликов о наследственности, ссылка потом появится во время просмотра ролика, на те, которые говорят о наследственности, о том, что мы несем с собой о родовых грехах. Павел Фаренский писал, род есть единый организм и имеет единый целостный образ. В этом едином родовом организме может с поколения к поколению накапливаться благодать Святаго Духа, укрепляющего каждого члена этого рода в перенесении болезней и жизненных обстоятельств. А может и бездарно растрачиваться, чем примерно скажется на последующих поколениях, нагромождение невероятных несчастья и даже приведет к ослаблению и пресечению рода. Благодать накапливается молитвой, церковными таинствами, добрыми, бескорыстными делами. Молодая женщина, впервые пришедшая в храм, пожаловалась на исповеди, на обрушившись на ее несчастье. Муж два года назад погиб в аварии, год назад сын разбился на мотоцикле, но выжил, а через год летом двенадцатилетняя дочка утонула в озере. А причина оказалась в бабушке. Выяснилось, что она любила брать чужое и даже воровала у семьи с ребенком-инвалидом. Грехи воровства, убийства, блуда и супружеской неверности страшным проклятием ложатся на потомков до четвертого колена. Одна женщина приехала в монастырь с грузом несчастья, печали и недоумений. У меня мама умерла от рака матки, я не хочу идти по ее пути. Ей ответили, что девочки несут проблемы папы и папиного рода, мальчики несут проблемы мамы и маминого рода. Кстати, еще Лев Николаевич Толстой наблюдал, что девочки наследуют характер отца, а мальчики характер матери. Вы несете проблемы папы, у вас такого рака матки не будет, у вас брат есть? Женщина удивилась. У меня было два брата, я средняя. Был старший брат, он был банкиром в лихие 90-е, его убил киллер. Детей у него не было. А младший брат погиб от шерной пули, поскольку он был школьником, у него детей тоже не осталось. Продолжение рода пресеклось. Мама, похоронив двух сыновей, на нервной почве из-за стресса получила онкологию. И ушла очень тяжело, и этот род по этой ветре прервался. Ее спросили, а кто у вас был дедушка? А дедушка у меня был начальником НКВД. И ясно, что он повинен в расстрелах людей и, возможно, священников. Для исцеления от груза наследственных болезней существует чин с чтением Псалтыри посвятителю Петру Могиле. Когда он умер, той, как и все, душой побывал в аду. Увидел, как душа там мучается. Он был так потрясен увиденным, что начал молить Господа, чтобы Господь в ход на короткое время его воскресил. И он был явлен на сороковой день по кончине осанки его пещерской лавры. Они, получив благословение, его раскопали. Митрополит Петр оставил письменное указание о том, как нам надо отмаливать наш род, наших сродников по плоти. Читая Псалтырь, на всех трех славах надо молиться о покоении, как можно больше вспоминать имен наших усопших предков и читая Псалтырь двадцать раз. Вот по прощению двадцати раз, как говорил Митрополит Петр Могила, Господь прощает для Своей милосердия грехи предков. Но самое главное, когда грехи эти прощаются, то много проблем снимается и с нас. И в первую очередь физических, физиологических проблем, связанных с болезнями. Причем эти болезни часто проходят не постепенно, а получается, что человек утром просыпается вдруг абсолютно здоровым. Вот насколько важно отмаливать свою роду, насколько это тесно связано с физическим здоровьем. И будем молиться, дорогие братья и сестры, мир вам в сердце, любви, дорогие братья и сестры и терпение.